Несколько сотен изменений в законах вступили в силу с 1 января этого года. Прежде всего, речь идёт об увеличении госпошлин. Плата при оформлении некоторых документов значительно выросла. Так, замена утраченного паспорта стоит уже не 500 рублей, а 1500. Чтобы оформить загранпаспорт нового образца, теперь придётся выложить 3500 рублей. В среднем плата увеличилась для взрослого человека на 1000 рублей. Пошлин достаточно большое количество выросло. То, что касается иностранных граждан, разрешение на временное проживание выросло до 1600. Вид на жительство увеличилось до 2500. По визам тоже самое, достаточно большие увеличения идут, по разным категориям виз. То есть, по приглашениям тоже самое. Изменения коснулись и самих заграничных паспортов. Теперь их будут оформлять с отпечатками указательных пальцев. Доктилоскопия занимает буквально пару минут, при этом значительно повышается степень защиты документа. Изменения почувствуют и водители. Получение прав, выдача госномеров, регистрация транспортного средства – всё это теперь может сильно ударить по карману. Как минимум, придётся заплатить раза в два больше, чем раньше. Если регистрация раньше стоила 2000 с получением номеров, то сейчас это будет 2850 рублей. Без получения номеров, то есть, если номера оставлять старые, то было 500 рублей, сейчас 850 рублей. Получение водительского удостоверения повысилось с 800 рублей до 2000. А вот водителям вводного транспорта теперь не удастся получить удостоверение, не сдав практический экзамен. Но новые правила распространяются только на тех, кто обращается за правами впервые. Старые можно использовать до окончания срока действия. С 1 января введено и множество запретов. Так, в Россию теперь не могут визжать иностранцы, не владеющие русским языком. Жители зарубежья должны будут сдать экзамен для получения разрешения на право проживания в нашей стране. Помимо этого, в стране начал действовать запрет на продажу спиртных напитков в пластиковых бутылках емкостью более полутора литров. Нововведение направлено на борьбу с алкоголизмом. По словам специалистов, пострадают в первую очередь производители пива, так как до настоящего времени его разливали чаще всего именно в пластиковую тару.